Девушки отдыхают 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 Это полдвенадцатого, где-нибудь без пятнадцати, двенадцать, наверное, вот так вот Я собрался, оделся и поехал, сразу в лес На месте были люди, обыкновенные знакомые, наверное, Влада, кто его знал Стояли, жгли костер Что потом? Мы постояли, я как бы поспрашивал, они сказали, что мы ходили, кричали, искали Но в эту ночь очень сильно было темно, буквально десять метров и вообще ничего Ни фонарика из деревьев, буквально вообще ничего видно не было Но через какое-то время приехала полиция Потом мы с нас взяли объяснения, показания, с меня, как с отца, с ребят, как они присутствовали там И через какое-то время привезли собаку Это, ну это уже, наверное, был второй час ночи Может час ночи, вот так вот Я точно не могу сказать, потому что на часы я туда не смотрел, как-то не до этого было И привезли рюкзак вместе с собакой Рюкзак был у полицейских И в рюкзаке были как бы вещи Ну вещи, это тапочки из бассейна Которые, как сказать, пахнут хлоркой И чужая курса Собака, конечно, понюхала, понюхала Ну, покружилась на месте В одном месте она упала, повалялась Я не понимаю, что она, ну, как, может, ему там плохо было, да Может, она знак какой-то подозвала А вещи полиции привезла? Да, полиция И потом еще раз давали, давали, нюхали, ну, нюхали Ну и буквально она, ну, отошла, может, метров на 50 Ну, так вот И все, она буквально кружилась на месте Все, она дальше никуда не пошла Она теряла след Потом мы пришли Вернее, собака вернулась и сказали Ну, что мы можем сделать? Во-первых, темно Мы включали и фары И фонарик светили Что мы даже не видели, где кинолог находится с собакой Мы постояли, постояли И решили По всем вокруг дорогам У нас это место С двух сторон Обходят дорогами И с одной стороны ездили полицейские С другой потом поехал я Ну, светили фарами, сигналили Полицейские ездили, сирену включали Ну, в лесу я когда ехал и сигналил Ну, стояли, кричали Ну, результата никакого И мы решили Поехать домой до утра, до рассвета Ну, и начать уже По рассвету поиски Потому что по темноте Ну, нереально было что-то Ну, и народа не было Ну, что-то искать Ну, и время уже, наверное, было около полшестого утра Ну, мы созвонились И все, мы приехали туда Сразу приехали и начали делать обход вокруг шалаша Это буквально Километр на километр Такой вот Радиус Не, не километр вру Вру, вру Это я что-то загнул Метров 300 на 300 Вот так вот Ну, и может думали, что Где-нибудь лежит Замерз там Или плохо человеку Сознание потерял Ну, мы даже Следов не увидели на этот момент Ну, и Вот потом как-то все начало Вот это вот все происходить А, ну, еще На тот момент, когда Ко мне приехали полицейские Ну, спросили у ладомы И сказали Говорит, позвоните бабушке Может, он у бабушки дома Я позвонил бабушке Бабушка сказала Нет, Андрей Ну, мы с ним договорились Что он в 10 часов Будет дома Говорит, ну, его еще Пока нету, жду Но я ничего Никому не говорил Потому что Не хотел расстраивать Думал, ну Найдется сейчас Там, может, в городе Где-то, правда С друзьями Или еще Что-то Была такая надежда Ну, и потом Позвонил матери Рассказал, что Вот такая вот ситуация Насте Я не знаю Наверное, часа в два ночи Я позвонил 2.45 2.45 2.45 Позвонил И сказал Вот такая вот ситуация Ну, и После того Я держал С Настей связь Как бы Нашли, не нашли Ну, и Утром Они уже с Иваном Приехали Ну Ну, давай, Настя Ну, по поводу Детей Что могу сказать Во-первых Никто из них Не пришел На поиски Кроме Одного Парня Который Было Вместе В компании В компанию Но Впоследствии Он летом Ушел В армию Хотя Не собирался В армию Ходить Может быть Таким образом Его как-то Решили Отгородить От всего От этого Ну, а остальные Дети Они Учатся Приезжают Демидов Смоленский Учатся Ну, а живут Обычной жизнью Ничего такого Не происходит То есть В принципе У них Все Идет Жить Полным Причем То есть Органы Как-то Сейчас С ними Работают Или нет Ну, это Неизвестно Ну, пока Неизвестно Пока Неизвестно Ну, а До Этого Какое Время Проводили Какие-то Может быть Допросы Или Были Единые Допросы Буквально Ну, проводили Проводили Опросы Следственное управление Смоленского Комитета Проводило Ну, допросы Проводили Несколько раз Точно знаю Кто-то из них Был на полиграфе Ну, результаты Естественно Не всех Видела Но Опросы Были По Несколько Раз Их Опрашивали Ну, это Такие Даже Не допросы А просто Опросы Скажем так У следователей Ни вопросов Не возникало Никаких По ходу Ну, развития Событий По поводу Того Что они Рассказывали Ну, для меня Это странно Мне кажется Следователь должен Задавать вопросы Если у него Какие-то возникают Дознания Наводящие Обросы Должны Добыть Этого Я в деле Ничего не видела Есть Изначально Что показания Разнились Потом Резко Показания Они Пришли В одну Сизю В какую-то Что Начали говорить О том Что Все Кто там был Начали давать Примерно Одинаковые Показания Это Как ночью Они В лесу Ну, в лесу Когда они ночью Они показывали Вот на одно место Вот на одно место Там есть одно место Куда он пошел А вот на данный момент Все потом Наоборот Все интересно Пошло Половина их Даже Меня там рядом Не было Я отходил А поначалу Они утверждали Он пошел Потом уже Показывали Чуть-чуть В сторону Угол 45 Так я говорю Ребята Вы определитесь Туда или туда Потому что Это два разных направления Или сюда Вдоль дороги Или сюда В углу леса Ну, выйдешь на дорогу Но только через лес Если Поэтому тоже непонятно А какие-то следы На месте преступления Были найдены? Кровь? Не знаю Личные вещи Какие-то Не знаю Там Все Все что угодно Можно Все, что было Не было ничего Не было ничего Найдено Потому что Я как-то тоже Сразу В то утро Не обратил внимания Но приехал с родственником И родственник Обратил внимание Сразу Что поляна была убрана Чисто Такое ощущение Что там никто нет Это было через сколько времени? А это Утром 6-6 утра К примеру Ночью случилась Эта вся ситуация Утром там уже Все было чисто-чисто Ночью я не обратил внимания Как там было Потому что темно Да, машины Стояли Большой вопрос В том Кирилл А что происходило Между пропажей Влада Как они говорят В 7 часов И приездом К Андрею То есть эти 3 часа Мы как бы не можем У нас нет понимания Что там могло происходить Плюс к всему Больше трех часов Там даже больше трех часов Да Плюс к всему Конечно Когда мы приехали Настя позвонила Мы с утра Поехали туда Взяли Милкого Брата Влада И поехали сразу на место И в этот момент Приехал кинолог Как раз я подъехал Андрей уже Тогда После ночи Выдохся Подустал Но один круг Мы с собакой Прошли Которая Вторая Вывела Второй собаке Те же Были Тапки Которые В хлорке Та же кофта Естественно Она доставлялась Просто Ну мы ее Таскали Везде Рюкзак Они сейчас Потрогали Это Вопрос Если были тапки Значит были плавки Нет Нет Он в шортах В шортах плавал Потому что мы с ним В бассейн постоянно ходили В пятницу Перед отъездом Я с ним не смог В бассейн парить И заболел И скажем так Они с Женей С другом пошли Так вот С этой собакой Мы пробежали круг И она Обогнула Кругом От шалаша То есть Вышла на одну дорогу Свернула на другую И вывела нас Обратно же К дороге Со второй собакой Мы сделали Таких два круга Я просил кинолога Чтобы мы Два раза Убежали Собака Начала биться в трубку Который чуть дальше Будет на повороте Плагалок сказал Что если собака Именно так вот бьется Реагирует Несколько раз Да То возможно Он умывался Либо его умывали Укладки трубы Почему у нас версия С отвозом Нашего Появилась Скажем так А действительно Когда на поляне Мы были Там получилось Что Как бы Все было чисто И Я бы не сказал Что там Компания Какая-то гуляла Плюс Ко всему Ты говоришь Про следы Как бы Сняли Что-то не сняли Мы когда Сами проводили Свои действия Кита опросы И так далее Людей Мы понимали Что опрос свидетелей Не ведется Мы сами бегали По людям Несколько свидетелей Которые уже сейчас Идут в отказ Мы сами Умолялись Сказать Что они слышали Зная Что они слышали Они нам донесли информацию Эту информацию Мы передали Уже в московский СК По этим свидетелям Что хотел сказать Относительно места То есть Когда мы Начинали поиски Соответственно Мы Круглосуточно Круглосуточно Не вылезая из леса Наверное На неделю хорошую Там прожили Неделю мы жили Неделю жили Днем и ночью Спали где-то по часу И Более того На второй или третий день Помимо Сальвара Было Собрано Огромное количество людей Которые Добровольцы Люди Откликнулись Из Смоленска Из других регионов Из Демидова И приезжали Там человек 300 Мы набрали В первую неделю И Прочесывали Два километра Прочесывали радиус И когда подходили Сальвар говорит Вы же видели карту И так далее Никого не обвиняем Ребята Поисковики Еще раз говорю Всем спасибо Есть вопросы Да И мы просто У нас нет на них ответа И когда Сальвар говорил Ну вот Смотри Место Значит Вот это Плохо проходимое Все знают И они знают Что у меня были забронники У Андрея были Высокие сапоги У родственников тоже были Высокие сапоги У нас были Которые позволяли На эти места Именно Там Мы заступились Когда мы видели Знаешь Что наш ребенок Может пошив Да Неделю Там какую-то Да Даже максимальный срок Ну первые три дня Точно Мы говорили Юра Покажи Где они прошли Вот место Вот болото И не даст Врать мне никто Мы ломились В эти болота То есть мы лезли Есть видео даже Как мы лезем По этим болотам То есть и говорить о том Что Скажем так В радиусе Километр 300 Не было Мы плохо прошли Да Говорить Я бы не стал Так говорить Потому что Прошли ребята Мои знакомые Которые в спецподразделениях Служат Которые В некоторые вот ставки Они тоже лезли По этим болотам И они не просто шли По болотам Да Они как за своего ребенка За нашего ребенка Шли туда И поэтому говорить Что километр 300 Не пройден Ну я бы не стал По крайней мере Да Вот Иван Иван Вот у нас там Разливается вода Но болото Не болото Вот напротив помойки Там вообще Вот по шее Иван там лазит Там и коряги Он лазит То есть мы раздевались Лезли с кошками По этим болотам Да Что еще хотел сказать Относительно того Следы там Не следы Да ничего не снимали Получается мы стояли Курили у шелуша Почему нам так обидно Так обидно За то что произошло Следствие не велось Вообще получается Следствие местное было То есть мы стоим А Смоленское подключалось Позже или не подключалось Это позже Это тоже все подключалось Когда мы Хататайсту писали То есть мы приезжаем На место В очередные поиски И опять же Гоговорка сразу Что несмотря на то Что 18 мая Сревар-Красным поиски У нас 5 инициативных групп Которые работают сейчас Куда входят И бывшие исследователи И настоящие исследователи И спецподразделения Ребята И спецназа И так далее И тому подобное Они работают и сейчас И по этим местам Которые с Альваром Были закрыты 18 мая 18 мая Группа по экстрасенсам У нас ездила Группа по незакрытым местам Группа по трекам То есть у нас работали Ребята все лето Мы не вылезали До середины июля Мы работали Потому что потом Уже было невозможно Трава высокая была Вообще ничего И то проезжали Так вот Когда мы стояли У этой беседки Курили Я говорю Смотрите ребята Следы на беседке Вот у меня фотографии Даже есть Видно что кроссовки Я говорю Присмотрелись Действительно Как мы узнали Что туда кто-то лез Да Мы увидели эти следы Я звоню Самкович следователю Говорю Слушайте Александра Не помню отчества Валерьевна Говорю Тут следы на беседке Давайте как бы их снимем Не зафиксировали же Это же место Ну какого-то 105 убийства Было в третий день Место происшествия 105 Несовершеннолетний Давайте может их снимем Да там кто угодно Может лазить Она мне говорит У меня трубка пола Туда вообще нельзя Туда нельзя залезть Мы заставили приехать Следователя Который приехал Мои ребята были Тоже из спецназа Взрослые мужчины Они говорят А она говорит Показывайте Как туда лезть Взрослые мужики Такие смотрят на меня Ну давайте Говорю есть Они залезли Причем как бы Ну не проблема И после этого Они помогали держать Эти следственные фишки Вот эти квадратики Чтобы она сфотографировала И с недовольным видом Просто уехала Вот так вот Мы искали следы То есть у нас получается Потом мне говорят А что это за следствие Все отработало Да Видео получается Которое видео Единственное видео Достал я Следы нашел я То есть все нашел я И мне потом говорят А что ты лезешь Кто ты такой Да это мой ребенок Ребята Я его отчимом был Я его растил С четырех лет Ну еще учитывая Что были подозреваемые И был подозреваемый Какой пиар Самый первый по-моему Это был даже Я самый первый Какой пиар В госслужбе Какой пиар вообще может быть Проснитесь люди Немножко А подозреваемые ради того Что он шум такой поднял Потому что Если бы меня не было Не было бы такого шума Так убейте меня Убейте закопайте Так а родители этих детей Кем являются Которые были На данном мероприятии Где Влад пропал Кто-то из них в органах служит Кто-то в администрации Кто-то простые люди Ну а есть обычные Обычные да Предприниматели То есть все довольно таки влиятельные Ну если Судя о каком да Ну если при власти То наверное От них комментарии были какие-нибудь? Ну комментарии только после Как бы журналисты С ними стали работать В той компании Кто это сделал А эти ребята Другие приехали Мы не знаем Мы уже знаем Что там другие люди были Ну и другие дети Там судя по некоторым фотографиям Которые мы видели То есть мы говорим Что то что произошло С Владом случилось там А оскорбление Ударили Обозвали Обиделся Сам Ну то есть Несчастный случай Ну там всякое Но именно в той среде Случилось что-то Что явилось необратимым Для нашего ребенка Вот основной посыл Вот услышите его Случилось все там И видео с того места есть С унижениями Либо просто видео Мы не знаем Но оно есть Следы борьбы В промежутке в этом не было Да? Если мы берем эту полянку Которая основная Это было где происходило То есть в дальнейшем Не было как говорили Неполоманных веток Ни смуток Не было вообще смуток Дело в том что мы Когда первые три дня Мы на это внимание не обращали Мы обращали внимание На следы ломления Следы в лес Калий Следы рвоты Как шлифу В разные стороны Взяли Метров 300 Смотрели Ветка сломана Или нет Даже эксперименты ставили Вот шли с ребятами Из Сальвара Я в бригаде шел Выключали фонарики Ночью Часа в 4 Ночью было Говорю Давайте попробую Я метров наверное 30 пытался Там бежать Лезть Потыкался Потом мы включали фонарик И смотрели что остается Там просто Там такой лес Вы увидите Там все обламывается Одежда цепляется Я порвал куртку То есть следы Видны Таких следов На вот этом Ближайшем радиусе Не было А если даже Рассматривать версию Что он ушел Которую мы не рассматриваем Категорически мы ее не рассматриваем Вы потом поймете Почему То Не вдаваясь в детали То Значит если он ушел Значит он не хотел туда возвращаться Потому что когда мы были с корреспондентами России Один на этом месте Мы четко слышали голос Когда попросили из лагеря покричать Слышно очень сильно То есть если они через 15 минут похватились Значит они крикнули бы И он пришел Значит он не хотел возвращаться Если уход рассматривать Да как одна из вещей Ну возможно тогда Это даже А по самому уходу Если так пробежаться Кроссовки завязаны Зашнурованы Не потерял кроссовки Не потерял носки Трусы в идеальном состоянии Футболка в идеальном состоянии Штаны В этом самом Только резинка осталась Все Все Штаны изорваны Ну это уже получается Дальнейшее То есть когда Местные органы узнали о том То что Вы подали Из заявления На паску Что дальше произошло Ну когда уже естественно Было найдено Считаю Ну 29-го Как 29-го ушло Ну 29-го числа Мы приехали На встречу На пострюки Ну пока ждали Значит Пошли Пока ждали Да Наша была Следующая очередь Там вышли Люди Ну как бы тоже Из следственных органов И Сказали нам Что Нашли Ну предположительно Останки Человека Нашли Ну предположительно Ну предположительно Ну еще не точно И то есть нам в этот момент Пришлось Заходить в Бастрюки Естественно Состояние такое Ну я там начала Говорить Чем я недовольна Что меня устраивает Но он уже И так меня в курсе Было Устанавливать Дальше Когда уже вышли От Бастрюкина Приехал следователь В Московского Следственного комитета С центрального аппарата Мы с ним Обговорили Ну какие вопросы Его интересовали Что Нас в первую очередь Волнует Что нас не устраивает И на что Мы хотим Обратить внимание Ну и Потом мы приехали Сюда В Смоленск Ну еще Вот до приезда Еще я хотел сказать Пока они были в Москве Получается Мне позвонили ребята И сказали Что Останки нашли Я позвонил Васильевичу И спросил Действительно Или это так Он сказал Какие-то останки нашли Идем на место Я сразу же Выехал на место Приехали на место Пока работала Следственная группа Криминалисты Нас туда не пропустили Мы хотели проехать Нам категорически Запретили В плоте Сказали Уйти нести Уголовную ответственность Но Опять же Мы в рамках Справа поля действуем И планируем действовать Только в этих рамках И не стали Идти на конфронтацию С криминалистами Местными Поэтому дождались Пока они уедут И решили туда Потому что люди уже туда Собрались ехать Мы решили Чтобы никто лишний Не поехал Поехать Посмотреть Как оцеплено место Как Посмотреть Где он Так сказать Место Место Да Само Проехали туда На большом Самодельном вездеходе Пришли Вот На это место Уже Уже темно было Светили фонариками Осматривали И увидели кости Остатки То есть Фрагменты костей Фрагменты костей Лежали на этом месте Мы Как бы Немножко Как сказать Даже слово не подберу Наверное Шокированы Ну да Шокированы Я позвонил Андрею Насте Говорю Слушайте Тут кости Настя позвонила Следователю Сказала Что не забрали кости Ну да Я позвонила Говорю А что так Почему Не забрали фрагменты Он не сказал Как все забрали Я ему прислала фотографии Да Что мы подтвердили Что на самом деле Фрагменты оставили То есть Частично Гробового Типа Мелких осталось Да Даже не совсем мелкие Валанки вот этого Ну наверное Маленькие Маленькие Да Ну я думаю Надо все собирать Ну естественно Потому что да Мы ночью туда вот Из Москвы приехали Где-то в втором часу Три В полтреть А в три мы там На месте были Ночи Вот Ну тоже это видели Все Вот И потом Как бы На утро Я так понял Они Все собрали И Самое удивительное Вот если Здесь как бы Ну ладно Знакомые Криминалисты Дело не в этом Другие Которые А просто Независимые Они Все сходятся Во мнении Что не Мешочков Которые остаются От мыслевых органов Под скелетом Не нашли Соединительных Тканей Тканей Сухожильев Волос Волос Там у самого Да было По-моему Сколько Что-то сказали Ну совсем Совсем То есть Всего Шевелюры И нам Сейчас Хотят Нас Убедить В том Что за 10 Месяцев Разложилось Полностью Тело Еще и мхон Да Тут Отвлекусь От темы Вчера Девушку В лесу На днях Нашли Которые полгода Пролежала В такой же местности Ее можно было Опознать Просто Полгода Ну 6 месяцев А здесь Прошло 9 месяцев И уже Не то что Опознать Тут скелет То есть Это говорит О том Что Это просто Пытаются Сделать Так Чтобы Просто Мы Думали Что Вот он Так Разложился За 10 Месяцев И Он ушел Вот я Такую Думаю версию Хотят Чтобы Мы Донести До нас Чтобы Мы Поверили В это А мы Не верим Да не то что Не верим Тут фактов Столько Много Что Мы Очень Надеемся На Центральный Аппарат Следственного Комитета На Бастрыкина Что он Разберется В этой ситуации Потому что Здесь Нестыково Больше Чем Для понимания Человека И понятно Когда люди Все это Обсуждают Вокруг Много Вопросов Очень Много Вопросов А представляете Следователями И я не знаю Кем А стали Не потому Что мы Такие Невменяемые Как нас Называют А потому что Велось Так Следствие При котором Мы понимали Что не опрашивали Свидетелей То не сделано Это не сделано Потому что Есть свои люди Так же В органах Структурах Повыше Чем Следственный Комитет Местный И которые Нас Инструктировали Что делать Которые нам Говорили Как Лучше Сделать Потому что Пропал Ребенок Пропал Я думаю Что И ждать Пока нам Кинут И скажут Хавайте То что Мы вам Дали Нет Даже больше Скажу Если бы Это случилось В Москве Или Московской Области Вы там Подняли бы Все районы Подняли бы А мы Каждый день Ходили Как на работу А вертолет же летал Вертолет летал В первые дни Два дня Вертолет летит Мы видим Бутылку То есть Бутылку Они видят А ребенка Они не увидят А метр девяносто Они учитывая Что не было Ни лиственников Коптер Следственного комитета Девятого летал Снимки Мы кстати Не видели С этого коптера Хотя бы Сравнить Снимки Лиза Алерт Которые все видели С телом 21 апреля И снимки Девятого апреля Следственного комитета И посмотреть Было ли тело Девятого апреля Следственный комитет Сейчас занимается Восстановлением Видео Переписок Фото Или биллинг Мобильного телефона Того же самого Дерябина Дербанова Но к сожалению Мы не обладаем Такой информацией Следствие ведется И нас Пока не оповещают Друзья Пожалуйста Кто смотрит нас Из органов Пожалуйста Обратите внимание На это дело Потому что мы знаем Что вы смотрите Вот Так Сейчас Секунду Друзья Пока можете Писать вопросы Которые вас интересуют Да И по поводу Независимой экспертизы Люди спрашивают Что в итоге Пока что Мы ждем экспертов Потому что Будет проводиться Порядка 7 экспертиз Они проводятся Сейчас Надеюсь Это ДНК Экспертиза ДНК ДНК В том числе Повторно В Москве Плюс еще ряд Экспертиз 5 или 6 Там они разные Экспертизы На все что могут Они там Проводиться Ну по времени Сказали 3-4 месяца Ну не больше Четырех Местная экспертиза Сказала Что Местная Смоленская Подвердила Что это Останки Влага Круто Так По поводу Зубы Зубы По поводу Зубов Спрашивают Мы не знаем Мы не видели Сразу скажем Мы не видели Фотографии Останок Ничего не показали Ничего не показали Потому что Ни фотографии С места Криминалистами Ни Самих Останков Ничего Не было Показано Не только То есть по факту Вы видели Только остатки Останки Которые Они не забрали С собой Да Ну и потом Вот эти останки Что в СМИ Появились Вот эти вот Фотографии Когда они лежат На собранной Там В кости И все А следствия Нет Ничего не представляет Вы думаете На фотоскоптера Реальное тело? Мы не специалисты Мы не специалисты Вот чисто формальности Потому что Вроде похоже Я На месте Был Ходил Сравнивал Деревья Все Да И мне просто Еще Я для себя Хочу Чтобы Узнать Поглядеть Как лежали Как они доставали Кости Как лежали Ну то есть Мы хотим Посмотреть Фотографии Все таки Как Расположение Останков Костей Ну потому что Просто Мы видели Фотографии Тела Ну как Боком Лежит Боком Во первых Поза Неестественная Для человека Который Замерзает Боком Конечно Поза эмбриона А у него Просто Как будто Его Как-то Или Кинули Руки В разные Стороны Раскинуты Ну это Поза Неестественная Для человека Который Там Икра И кроссовки Потому что На фото Как будто Как будто Тело Довольно Кинуло Не Костя Там На фото Это Жить В апреле Фотография И я хочу Сказать Что По Фотографии Ну если Судить То есть Я считаю Если бы Это было Практически Через Месяц То Я думаю Что бы Тело Выглядело По-другому По-другому Конечно А не Вот Такому Примерно В нормальном Оно еще Более-менее Нормальном Виде Состояние Фотография Такая Создается Мнение Такое Я просто Видела Как Люди Через неделю Которые Умирают То есть Они Совершенно В другом Состоянии Они Опухают Начинают Ну там По-разному Могут И сохнуть Подробности Конечно Еще был Вопрос Костя Ой Костя Похож на Кирилла Хотел сказать Что туда Доступа Говорят Дорог нет Подвезти Ну да От шалаша Конечно Туда пробраться Сложно Но если мы Поедем С асфальтной Дороги Там есть Поворот Налево И она Выходит На лесовозную Дорогу К этому месту Может подъехать Любая Практически Машина Проходима Будь то Квадрокоптер Квадроцикл Либо Грузовой Лесовоз Либо Тяжелая Полноприводная Либо Та же Буханка Которая Может пройти К этому месту Абсолютно Нормально То есть Доступ К этому месту Тяжело Проходимый Но есть И на транспорте Ну да Ну километр Ну 200 метров Там остается Ну то есть Туда подъехать Можно Туда Если пойдет Да Так По поводу слова Такого Которое было Не знаю Что это Было С 16 апреля Мы в поиске Велись активно И 16 апреля Утром Мы приехали На место Раньше Еще Сальвара Да Сальвара Еще не было Подошли к шалашу Сначала Не обратили Внимание Потом Смотрим Надпись Прям на земле На земле Да Было Прямо Ну Они позже Все приехали Мы самые первые Это еще Демидовское следствие То есть Видели их Не только мы Не только я Есть свидетели Которые с нами Приехали Которые Есть фотография От 16 апреля Слово было Но Не знаю Откуда оно Кто его написал И Почерк Ну все равно Почерк Ну по обычной Палкой Просто палкой Написано Да Фото мы сразу Отправили Даже дело Если Такое вести То Человек Вряд ли В лесу Прожил Ну конечно Нет Это просто Издевка Это кто-то Да Издевательство Но еще Нам стало Немножко обидно Что На пресс-конференции Преподнесли Эту информацию Мол Что мы Это выдумали Придумали Вот это вот То есть сказали Что мы врем Специально Наверное Это нарисовали И преподнесли Это То есть издевка О том Что мы Вводим В заблуждение В том-то и дело Что как раз Таким Мы Не вводим В заблуждение Если все Заметили За 10 месяцев Мы Стараемся Апеллировать Фактами Никаких Домыслов Мы не приводим У нас 5 версий Еще раз говорю 5 версий Которые мы Отрабатываем Кто на себя Начинает Что-то Натягивать Кто Кого-то Обвиняет Никто Никого Не обвиняет Мы Рассматим Правды Просто Мы хотим Узнать Где наш Ребенок И что С ним Случилось Он Нам Дорог Как Вы Не поймете Это Наш Ребенок Волна И негатив Сейчас Определен Да мы К негативу Мы за 10 месяцев Я представляю Что Люди Просто Вызывают Недалек Мы до Этого Никогда Не Опустимся И Опускаться Не Собираемся И Обвинять Мы Никого Не Обвиняем Еще Раз Мы Просто Хотим Правды Как Там Говорят Что Мы Родители Такие Секие Мы Обыкновенные Люди А Можете Потом Нас Обсудить Потом Но Мы Хотим Просто Понять Найдете Нашего Ребенка Что С С Так Вообще Приблизительные Сроки Какие Нибудь Есть Или Вообще Неизвестно То есть Вы Сейчас Находитесь В Вакуум Подвешенном Состоянии Пока Ничего Не Знаю Только По Экспертизму Мы Хотим Поблагодарить Потом Забудем Группы Которые Нас Поддерживают Людей Которые Всех Людей Большое Вам Спасибо Спасибо Огромное Всем Блогерам Которые Разнесли Эту Историю Просим Вас Держать Просто До Полного Расследования Руку На Пульсе И Так Как Волна Будет В любом случае Затихать Мы Просим Просто Простых Людей Обычных И блогеров Которые Могут Держите Пожалуйста Руку На Пульсе Нам Это Важно Мы Чувствуем Вашу Поддержку Благодаря Ей Мы Подняли Голову И Опять Пошли Вперед Когда Силы Просто Реально Нас Покинули Когда Мы Остались Одни Поэтому Мы Вашу Поддержку Чувствуем И Говорим Вам Большое Спасибо Только Единственная Просьба У меня Говорить По факту По существу Адекватно А не Выдумывать Непонятно Что Старайтесь Проверять Все факты Мы На связи Каждый Из нас На связи Если Вы Нам Задаете Вопрос Мы На него Ответим Но Лучше Проверяйте Пожалуйста Потом Негатив Что Вот Это Из-за Нас Как Было Так Из-за Нас Ну Это Из-за Нас Просто Не Хотелось Б Вот Этого Лишнего Чтобы Отвлекало От фактов Если Есть Конечно Факты Давай Тихо Все Спрашивают Про Чечню Я Не знаю Что Фотографию Очень Похож Овал Лица Овал Лица Нос Не Брови Похож Согласен Губы Даже Не Губы Если Увеличивать Конкретно Лицо Брать Нос Совсем Не Тот И Вот Это Час Вот У Влада Шишка С левой Стороны Я просто Не видел Я Прошу Ну В общем Говорим Что Это Нет Мы Сейчас В группе Вот Вы видели Что В группе Пост Повесили Там По поводу Есть Одно Видео Единственное Наша Последняя Зацепка Ну Такая Одна Из Основных Которая Достал Есть Что Мы Хотим Донести Если Есть Специалисты Которые Может Даже Это Платно Как То Сделать Потому Что Кстати За Деньги Хотим Сказать Спасибо Деньги Которые Насте На Карту Пришли Они Неприкосновенны Мы Справляемся Своими Силами У У Нас Есть Еще Пока Средства Небольшие Мы Их Тратим Деньги Лежат На Карте Можем Выписку Представить Скажу Этого Стесняться Не Нужно Люди Абсолютно Адекватные Разные Ситуации Все Равно Эта ситуация Двояка Нас Отразилась Потому Что Мы Стараемся Их Не Трогать И Об Это Мы Сообщим Так Вот Если Есть Эксперты Которые Могут Кадрировать Видео Разобрать По Голосам Видео Разобрать Каждый Фрагмент Именно На Специализированном Оборудовании Просто Отзовите Скажите Сколько Это Стоит Потому Что На Видео Много Голосов Которые Не Слышны На Заднем Фон Нам Очень Нужно Вот Это Просьба К Ребятам Видео Есть Единственное По Юристам Спрашивают Кто Сейчас Работает Мощная Защита Именно Выстраивает Страна Дело В том Что Да У Нас Адвокат Лялин Вадим Михайлович В Москве Живет Он Взялся За Наше Дело Но Мы Благодарны За Что Мы Благодарны Первому Второму Каналу Малахова Россия Один В общем Ему Пока Не Дают Изнакомиться С Днем Пока Тоже Я Сейчас Маленьку Стану Заметил Получается Если Я Просто Вернусь К теме Останков Когда Они Изъяли Там Остались Вы Получается Взяли Или Вам Там Нам Никого Ничего Не Проводится Эксперти Ничего Нет Даже Ничего Не Дали Так 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 Чем У нас Еще Почему Василевич В негативном Ключе Отзывается О Вас Что такое Василевич Василевич Это Старшая Группа Поисковая Группа С поисковой Группой У нас В принципе У меня Там Много Знакомых Работает Ну Не Работает Как Волонтер Многих Я знаю И В принципе Мы С ними Рука У Руку Шли Но С Василевичем С Юрой У нас Тоже Сложились Хорошее Отношение Ну Никаких Проблем Не было Но Вот Как Только Останки Были Найдены И Как Только Опять Женец Нашего Посыла А Люди Начали Задавать Вопросы Просто Люди Он На Нас Как То То есть Он Записал Видео Обращение К Людям Там Начал Оскорблять Их Начал Иван Писать Сообщение Дело в том Что Если бы Он Хотя бы Не записывал Это видео И Сказал Ну Адекватно Что Да Ребята Ну Ну Как То Адекватно Объяснил Эту ситуацию А то Он Начал Говорить Что Туда Нельзя Было Пройти Там Было Воды По Колено То Что Влада Нашли В воде Ну Такую Чушь И Естественно Люди Начали Негатив В сторону Василевича А он Этот Негатив Почему Ты Переключил На нас Хотя Ни разу Ни плохого слова О нем Не сказал Никто И теперь Развернулся Альвар против нас Как будто Мы их обвиняем Мы Никого не обвиняем У меня есть Голосовое сообщение В котором Я предлагаю Из Альвара Участнику Когда у нас Тоже Начался Вот этот Вот Перепалка Причем С их стороны Я предлагал Голосовое Обменивались И Как бы Я В целом Дипломат И говорю Давайте У мамы У мамы Влада И у папы Как у родных людей Есть к Васильевичу Вопросы А Может их обсудить Просто На это голосовое Как бы Реакция была Тоже не совсем Как бы понятна Мы же всем говорим Мы готовы К диалогу Нельзя объяснить Зачем-то Ну негатив Опять же Он не шел от нас Мы не говорили Что вот они Есть странности В нахождении останков Мы начали про них Говорить Что есть такая странность Есть такая странность Вот про скелетирование Сказали быстро И так далее Вот много вопросов И почему бы с нами Не поговорить Так Нет Так Что у нас еще есть По вопросам Почему же Маев Не отдает куртку Я просто не знаю Многим Просто мы Я не могу сказать Почему же Маев Не дает куртку Я не обращалась К нему с этой просьбой В общем Ну может она ему нравится Может Пускай носит на здоровье Пускай Если ему так нравится Я понял Так Эфирки Еще будут По региональным телевидениям Мы пока не знакомы Пока никто ничего не говорит Пока ничего Пока идет следствие Так И по ДНК За границей Пока ждем Не можем ничего сказать Ждем Пока результаты Экспертизы Это уже будет После того Как центральный экспертиз Отдает данные экспертизы Потом вы уже берете А потом мы будем Думать Думать Ну естественно По решению Потому что Мы можем сказать Что и там Вообще не то Но сначала Надо дождаться Центрального аппарата Я пойду Друзья Еще раз напоминаю Кто нас смотрит Пожалуйста Если Я знаю Что смотрит И аппарат президента Пожалуйста За это дело Возьмитесь Вот Комментарики Ничего будут? Да нет Еще раз Спасибо всем По поддержку И опять же Если будет организовано Действительно Сбор денег На какие-то цели Вы нам уже сказали Что скорее всего Нужно будет обратиться В фонд Я вчера слышала Ну да По поводу денег Мы решим Потому что Мне многие пишут Значит Хотят Обратиться в фонд Благотворительный Чтобы собрать деньги На памятник Но пока Я считаю Что Рано еще Давайте мы дождемся Следствия Хотя бы Первых результатов Каких-то Давайте не будем Хоронить раньше времени Еще надеем Что Влад жив И его продолжим Мы еще не готовы К этому Огромное спасибо Компания подростков Приехала Вот на это место Где находится Шалаш Ну где-то Примерно Около Трех часов Влад С Жумаевым Максимом И Янченко Дмитрием Приехали позже Позже Ну я примерно Не знаю Ну примерно Где-то Полчаса у них Да Может пол четвертого Может без 24 Вот То есть Они вот здесь Отдыхали Вот этот стол За которым Они сидели Вот этот шалаш На который Они залазили Ну вот Здесь костер Ну потому что По показанию Они говорили Что они В семье сжали Шашлык Получается Да Да Вот этой лавочки Не было Лежала просто Ну вот Да На земле Вот эта доска То есть Это уже потом Когда поиски были Да Приставили То есть Вот эта свалка Вот видно Что здесь Сейчас Вот мусор Кругом Причем Везде-везде По всему перемешиванию Тогда такого не было Было чисто Все То есть Никакого мусора Там даже на видео Видно Что мусор Валяется Как бы Вот это видео Которое Оно есть В итоге Ничего не было Вот здесь Вот На вот этой крысе Когда мы еще Не знали Про видео Вот были обнаружены Ну видно было Что кто-то лез На этот шалаш Ну вот здесь Вот были Вот эти следы А еще хочу сказать Что На видео четко видно Что у Лада кровь Кровь И на руке кровь Просто Он же И об шалаш Терся Рукой этой Но В итоге Ни следов Ничего нет И собака Не учуяла Запах крови То есть Она сюда вообще Даже Ну как бы Не подходила Нюхала Вот Ну А потом Ребята Показывали Вот это направление Сначала За помойку За свалку Потом Я видела Валера Показывал Даже в эту сторону Что он уходил Вот То есть Вот сюда А останки Нашли Там По стороне Ну как раз Вот в этом 1200 метров Прямо туда Ну если так Брать То вот Это направление Не совсем Прямо Там Вот так Музыка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Какой шалаш? Да Да Шалаш какой Это не шалаш Это не шалаш Это не шалаш Ааа Кажется как будто Выворачивается Как называется выворот Олег в темпе В темпе В вашем нет Будем помыть Будем помыть Вот Один маленький Вот это получается целый И тык-тык-тык-тык Да-да-да-да Есть маленький есть там по поводу Ну понятно Вот такие вот 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 Ну вот так он по всему лесту Вот Вот тут ну залито все вот так вот залито вот именно этот участок если бы он бы допустим шел бы с оттуда с оттуда все залить и все залить он бы даже там бы замерзнет я просто вот до сюда мы доезжали на вездеходе а вот здесь я просто у меня уже было состояние все-таки нового алкоголь отменить как минимум и нам не в этом суть да просто о том то что обычно тяжело идти по факту ночью я просто помню когда у меня там было 15-16 там пили какие-то коктейльчики до дома тяжело было идти когда отходняк начинается у тебя силу все ты квасишься на одном месте можешь сесть и сидеть а друзья ничего не говорили которые не были тут вообще или особо друзей не вот такие друзья конечно А потом все не можете написать. Ну поднимай, какие-то институты. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Все Собаки по лесу бегают Господи, дикий Он чувствует в сады Наконечно В замечательном Зарубки какие то тоже есть Здесь все прорывлено Поэтому ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Да. Ну вот здесь вот так и в канал. Вот так иду иду. Не вижу. А как? Дай мне сигарету. Олег. Ты кому? Тебе. Тебе. Так. Да. Так. Все. У. Киркаш. То есть там везде вообще по факту можно стоять? Да, везде можно. Здесь везде можно стоять. Ну я и мы шли. Там есть, конечно, места до пирсов. На мясном без земли. Что у меня? Провод? Хвостики оторванные, да. Да. Ты хочешь к этому? Для гопров? Да, на всех случаях. Угу. Ну то, что зверю не растащил, тоже странно. Зверю. 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 Вот косточка лежит. Это не косточка, трава. А трава такая? Да. Извиняюсь. Я уже понял, что трава. Трубчатая, да? Показалось просто, как будто трубка такая торчит. Ага. Здесь рыли, рыли, очень сильно рыли. Ой, здесь сюда ничего нет. Ага. Здесь рыли, рыли. Ну, здесь уже всё почистим, я думаю. И вот здесь всё будет 200 метров на дороге. Они когда здесь были последние ветра? Ну как говорили? Аглобокв. Нет, шестого февраля. Но этого не было, и всё ещё. Аглобокв. Стоять по 27-6 метров. Стоять по 27-7 метров на дороге. Вот так вот, в канаве, да, кроссовка? Какой, вот в этом, в первой? Да. Да ладно. Да, кроссовка. Нет, ну как минимум, а не было тут следов? Да нет, конечно. Мы не знаем. Куда ж она осень прошла? Без мара плана. Попробуем. Если и здесь всё рубит. И вот здесь рубит. Наверное. Я бы не сказал, что похожи на штуки лопатные. Я показываю просто место. Да. Ориентируем, смотрите, вот этот сухой облако на дереве. И вон осень на рога там стоит. Ага. Она так хорошо видна с фотографией. Нет, просто там прямо находка, кажется, было и место. Как будто полянка такой... Стоп. Я вот даже машина сошла. Отрывали. Ну это уже полутруха на руку. Да. Даже от дороги пошли. Вот, дорога. Вот. Походили. Вот. Вот, походили. Вот, походили. Вот, походили. Вот, походили. Вот, походили. Это не косточка, трава. А трава такая? Казалось, извиняюсь. Подними. Да. Я ж понял, что трава. Три-четыре. Ага. Показалось просто, как будто труп что-ли. Да, да. Оно и вот тоже. Такое, неприятное. Ага. Что-то. Ага. Ох. Ох. Случайно. А последний сигнал телефона не обнаружил? Сигнал телефона там остался. На шалаше. А, там остался. Телефон там, а сим-карта... Изъяли, да, я? Нажимаю его. Ну, изъяли, да. Телефоны забирали. Всё, по-моему. Телефон там остался. Телефон там, ага. Телефон там, ага. Субтитры создавал DimaTorzok